Мы всех приветствуем. Мы продолжаем изучать книгу Рава Шерки «Святость и природа». И наша большая тема — это Тора Израиля. После того, как мы разбирали библейскую критику, это то, как не надо изучать Танах, несмотря на то, что из их находок можно взять много полезного, полезных выводов, использовать их для себя. И так и сделали некоторые мудрецы Израиля. Но у них неправильная изначальная предпосылка, что Танах написан человеком, что Тора не сошла с неба. И теперь мы разберемся, как надо изучать Танах. Итак, с чего нужно начинать? Отправная точка изучения Танаха. И отправной точкой изучения Танаха является то, что, когда мы изучаем Танах, мы имеем дело со словом Бога, то есть с пророчеством. Танаха — это не сборник рассказов и мудрых изречений. Танаха — это раскрытие желания, обращенное к нам. И через это мы также можем, изучая это желание, мы также можем познакомиться с обладателем этого желания. Такова научная основа изучения Танаха. Так говорит Рафшерки, именно научная. Библейская критика же исходит из другого недоказуемого предположения, что Танах не имеет божественного происхождения. И поэтому необходимо выяснить, кто его написал и зачем. А мы же исходим из того, что Танах — это выражение желания Бога. Но тогда возникает вопрос, можем ли мы опираться на пророчество, как на научную предпосылку? Конечно, можем, отвечает Рафшерки, потому что культура пророчества — это исторический факт, достоверность которого должен признать даже закоренелый атеист. Был период, долгий исторический период, когда жили люди, известные как пророки. И это невозможно отрицать. И атеисты на самом деле сомневаются не в факте существования пророков, а в утверждении пророков, что с ними говорил Бог. Это у них вопрос. Действительно ли говорил с ними Бог, как они утверждают или нет. А то, что были пророки, которые сами себя называли пророками, которых другие считали за пророков, — это исторический факт, который невозможно отрицать. Но тут встает еще одна проблема. Они были, но сейчас их нет. Пророчество — это явление, которое исчезло из мира, когда умер последний пророк Малахи. И когда мы говорим о пророчестве, речь идет не о вдохновении, не о поэтическом чувстве, даже не о духе святости, которым обладали мудрецы Израиля на протяжении поколений. Тогда нужно определиться, что такое пророчество, дать определение. Французский философ Блес Паскаль определил пророчество как... Андрей, я бы вам правил. Исторический факт — это были люди, которые утверждали, что они пророки, и другие их такими считали. То есть не пророчество — исторический факт. А исторический факт — это были люди, которые считали себя пророками, и другие с этим были согласны. Вот это более точно будет. Ну да, тонкие нюансы. Это очень не тонкие нюансы. Да-да-да, но формулировка наша, то что пророчество, исторический факт — это означает, что то, что они получали от Бога что-то, исторический факт. А исторический факт — не это. Исторический факт, что были люди, которые считали себя пророками, и другие их тоже считали такими. Вот это, мне кажется, нужно исправить просто вторую строчку. Ну, послушай, это разница такая же, как ты говорила. Как говорится, Синайская откровение — это исторический факт, или нет. Выход лимиреев из Египта — это исторический факт, либо нет. Точно так же. Нет, извини, это большая разница. Потому что то, что Синай или выход из Египта — это более далекая эпоха, чем эпоха, скажем, царей. И про эпоху царей у нас как раз огромное количество информации. И то, что были люди, считающие себя пророками, и другие их такими считали, вот это как раз вполне исторический факт. Не факт, разумеется. Получали ли они пророчества? Но что были люди такие, здесь сомнений ни у кого нет. Ни у одного историка. Ну, я не знаю, я сам, понятное дело, не историк, но вообще вопрос в аудиторию. А что такое исторический факт? Окей, исторический факт на сегодня — это то, что мейнстрим исторической науки признают историческим фактом. Правильно, что историческая наука называется историческим фактом. Конечно. Ты сам смеешься, нет? Нет, конечно нет. Но имеет смысл. Математика — это то, чем занимаются математики. Поэзия — это то, что пишут поэты. Конечно. Разумеется. Демократия — это строй, который существует в демократических странах. Это всегда так. Лошади — это определенный вид животных. И поэтому это то же самое, как и пророчество. Как раз в наличии людей, которые считали себя пророками, и другие такими их считали, вот в этом, как раз, ни у кого сомнений нет. Разумеется, атеисты не верят, что они получали пророчество. Они считают, что это были хаизматические лидеры, такие, что им казалось, что они получали пророчество, а люди им верили. Но что были люди, которые считали себя пророками, в этом никаких сомнений нет. Религия — это наука, которой занимаются Равины. Нет, религия — это не наука, а иудаизм — это то, что говорят, это интеграл того, что говорят Равины. Конечно. Разумеется. Как и вовсе абсолютно. Есть в данном случае под историческим фактом мы понимаем то, что в мейнстриме истории считают за фактом. Опять, понимаешь, ты же как бы сначала наукообразие, а потом вносишь такие вещи, которые расшат. Значит, которые считаются. Исторический факт, которые считаются. Значит, которые считаются. Есть такие ученые, есть такие ученые. Нет, нет, нет. Натан, извини. Можешь уточнить у Димы Капелевича. Ни один историк не отрицает, что были люди, которые называли себя пророками, и другие их считали пророками. Вот в этом ни у кого из историков сомнений нет. Ну, спроси у историка любого. Шлома Курьякова, Капелевича. Вопрос в том, что историческая наука не верит, что они получали пророчества, но то, что люди называли себя пророками, это безусловно. Хорошо. Грубо говоря, ты считаешь, что не было третьего человека. То есть, если бы был бы свидетель один, который бы присутствовал при диалоге между пророком и Всевышним. Это было бы первое свидетельство. Нет. Я не говорю, что видеокамера стояла. Но был бы человек человек. Да нет. Здесь дело не в третьем чеке, не в этом самом. А просто есть вещи, которые мейнстрим исторической науки признает за исторические факты. Наличие людей, которые считали себя пророками, это исторический факт. Здесь оттуда никуда не деться. Поэтому я предлагаю исправить. Не пророчество – это исторический факт, а наличие людей, которые считали себя пророками, – это исторический факт. Вот так будет правильно. Да, но опять-таки мне неохота закапываться. Ты понимаешь, что мейнстрим. Что такое мейнстрим? А может быть, Дима Капелевич не мейнстрим? Что вообще за слово мейнстрим? Послушай, это научное определение, мейнстрим? Конечно, конечно, научное определение. На мой взгляд, это такой же исторический факт, как и те, что я сказал, выход из Египта, либо Синайск от Краини, например. Точно такой же исторический факт. Нет, ты ошибаешься. Ну, послушай, мне точно так же скажут, как там присутствовало столько людей, 600 тысяч. Послушай, 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 ты не слышишь меня. Я тебе не доказываю. Я тебе говорю, что мейнстрим истории, мейнстрим историков согласен, что наличие таких людей, культура пророчества, ну, окей. Хорошо, я согласен. Иисус Христос – это исторический факт? Конечно, нет. А вот секунду, секунду. А наличие первых христиан – это, да, исторический факт. А наличие Иисуса Христа – это исторический факт? Нет, нет, на фигуру нет. А, нет? Ну, это работа такой же логии. Послушай, есть и миллиарды людей, верят в то, что Иисус был более того, чтобы воскрес. Нет, оставь. Я же не осуждаю миллиарды людей. Я осуждаю ученых, которые называются историки. Тоф, хорошо, тогда оставим наши, ну, как бы, мы расставили точки, когда будет историк, который будет приезжать к мейнстриму, да, и который нам объяснит, что такое исторический факт. Вот ты можешь спросить этого, я говорю, Копиневича. Хорошо, я могу спросить. Битва в Атерлоу, Бородинская битва – это исторический факт? Конечно. Ну, а может быть, у них видение такое было? Может, его не будет? Это неважно. Я же еще раз повторяю. Я дал определение. Исторический факт – это то, что мейнстрим историков считает историческим фактом. Ну, хорошо, мы повторяемся. Я забыл вопрос. Ну, я дал определение. Да, быстро, да, окей. Ну, я это еще раз пересчитаю, что конкретно пишет Рафширки, да, можем ли мы… Я только что услышал, извини, ты зачитал же, что то, что люди говорили, что они пророки, и другие их считали такими, вот это исторический факт. Понятно. А то, что они получали пророчество, это, разумеется, не является фактом. Да. Это вопрос веры. Поэтому я считал не культуру пророчества, а наличие людей, которые считали себя пророками. То есть была некая культура, люди, да, которые считали себя пророками, и другие люди, которые их слышали. Окей. Это культура, это исторический факт. Окей, это да, да, я согласен. Но вот слово культура пророчества, оно не сразу понятно, что это такое. Фомблевка не совсем понятна, это слово культура. Ты можешь ее объяснить, но человек, который читает фразу культура пророчества, он ее не воспринимает однозначно, эту фразу. Окей. Поэтому я бы поправил еще раз. Ну, как будто она будет, да, Рафширки так и пишет. Ну, правильно, потому что Рафширки стоит на другом позиции. Потому что Рафширки – ортодоксальный раввин. И точно все такие же ортодоксальные раввины, они будут говорить. А люди, которые ортодоксальные, не ортодоксальные, они будут говорить похоже на то, что говорит Пинклс. Понимаешь? Поэтому тут как бы... Нет, Рафширки или я полностью повторяю, что Рафширки сказал. Нет, подойдите, с чем по-другому. Ты говоришь, есть такое выражение, не факт. Вот это ты говоришь громко, не факт. А Рафширки тебе говорит факт. Нет, ты не слушаешь, на там. У тебя какая-то схема, и ты по ней не слушаешь. Рафширки пишет однозначно, я с ним согласен. Фактом является наличие людей, которые считали себя пророками, и то, что другие их такими считали. Точка. Здесь Рафширки абсолютно прав. С любой нерелигиозной точки зрения. Давайте остановимся на том, что вообще желательно было получить определение от специалиста мейнстрима. Вот тут раз, два, три, четыре слова. Определение четырех слов. Что такое культура? Да? Что такое пророчество? Что такое исторический? Что такое факт? Без этого мы не будем продвигаться. Я согласен с тем, что по-русски звучит странно. Что значит культура пророчества? Правильно. Поэтому я тебе предлагаю изменить эту формулировку. А как это наяврительно? Тарбут. Как это наяврительно? Тарбут. Тарбут анавуид. А, Тарбут анавуид. А, так это культура. Послушай. Есть культура поп-музыки. Есть культура не знаю чего. Культура трансценализма. Есть разные культуры. Культура, я так понимаю, самое общее определение. Это некое человеческое мозговое занятие. Это называется культура. Вот люди сейчас, мы сидим и обсуждаем, что такое пророчество. Это называется культура пророчества. Но Рафсерти это и написал. Поэтому я просто хочу сказать, что слово культура пророчества, оно не четкое. Поэтому я предлагаю Андрею написать более четкую фразу. Больше ничего. Потому что фраза может быть понята неправильно. Послушай, мне казалось, пророчество, исторический фактор нет. Это еще более-менее понятно. Гагарин летал, видел Бога, не видел Бога. Культура пророчества. Вообще, что такое культура пророчества? Культура пророчества означает занятие людей, которые вовлечены в эту тематику и считают, что она интересна и реальна. Это называется культура. Почему нет? Нет. Нет. Еще раз. Еще раз, Андрей. Шестование не пророков в кавычках, а шестование людей, которые считали себя пророками. Или которых другие считали пророками. Нет, которые утверждали, что они пророки, и другие были с этим согласны. Это тоже интересный вопрос. Мы знаем, что по отношению к пророкам... И другие были с этим согласны. Отношение окружающих людей было неадекватным. Иногда совершенно неадекватно. Их бросали там в колодцы. Да. Значит, они не считали, что они пророки. Потому что если бы они считали, что это пророк, они... Это касается только отдельных случаев. А в Мейнстриме был другой. Культура была. Культура была? Окей. Окей. Да, другая. Да, окей. Вот это теперь все правильно. Мы люди культурные, но мы согласимся, что была культура. Окей. Тогда займемся определением пророчества. Французский философ Блес Паскаль определил пророчество как состояние, в котором человек говорит с Богом о метох водауде. Как можно сказать? Уверенно. И он в этом уверен. Что он говорит? Осознанно, я думаю. Только как бы осознанно. Он понимает, что это не у него в ушах. Просто что-то такое звучит. Я не знаю. То есть у него какая-то иллюзия. ЛСД просто наелся. Грибов. А он понимает, что это реальность. Я так это понимаю. Ну да. Это отчет, что я говорю с Богом. Да, да, да. Это отчет, что я говорю с Богом. А не бежит к психиатру. Да, наверное, так. Такое определение дал Блес Паскаль. Однако из Танаха следует прямо противоположное определение. Пророчество – это... Несомненное состояние, в котором Бог говорит человеку. Да, все наоборот. С тех пор, как прекратилось пророчество, возникла определенная проблема в изучении Танаха. Ведь мы, получается, имеем дело с явлением, которого больше не существует. Тогда как мы можем что-то понять в Танахе, если он написан пророками? Да, людьми совершенно другой культуры, другого времени, другого состояния сознания. Да, и, соответственно, для тех, кто их слушал на тот момент, да, которые были уверены, что они пророки, что они говорят с Богом. Тогда как мы вообще можем что-то понять, да, в Танахе? И как мы можем изучать Танах, да? И отсюда можно выделить три уровня сложности изучения Тора, да. Изучение Талмуда – самый простой, как ни странно, поскольку он устроен в соответствии с человеческой логикой. Изучение Танаха – более сложный уровень, поскольку он имеет дело с реальностью, отличной от нашей. И самое сложное – изучение молитвы, поскольку молитва – это как раз остаток пророческого опыта как такового, да. В Танахе мы не видим, чтобы обычные люди молились. Если у кого-то была потребность, то он шёл к пророку и просил пророка помолиться. Вот, и сейчас, получается, у нас есть молитва, да, которая – остаток пророческого опыта, да, и получается, это самое сложное, а у нас, как бы, наоборот, считается это самым простым, что каждый человек может обратиться к Богу. Итак, на этот вопрос, да, как же нам изучать Танах, если он написан совершенно в другой культуре, в другом состоянии сознания, на этот вопрос есть два основных ответа. Во-первых, есть мудрецы, мудрецы Израиля, которые написали Талмуд, да. Это были ученики последних пророков. Они знали пророков, служили им, заседали вместе с ними в Кнессе Тагдула, в Великом Собрании. И таким образом они стали связующим звеном между эпохой пророчества и нашей эпохой. Кроме того, мудрецы Израиля, они как раз использовали аналитическое мышление, чтобы интеллектуально объяснить содержание пророчества опыта. То есть пророчество, оно происходит в совершенно другом состоянии сознания, которое нам непонятно недоступно, да. И мудрецы объясняли вот это состояние уже как бы инструментами человеческой логики, да, рациональными и так далее. Поэтому они это объяснили. Во-вторых, да, как мы можем изучать Танах? Танах говорит о еврейском народе на протяжении поколений. И этот факт наделяет евреев особой связью с текстом Танаха. Подобно тому, как человек читает книгу о своей личной истории. Культура пророчества прервалась. Однако национальная идентичность народа Израиля – это прямое продолжение пророчества. В отличие от академических исследований, которые пытаются расшифровать Танах научными методами, мудрецы Израиля опираются на традицию народа. Есть непрерывная передача традиций, которая передается от отца к сыну. И толкование Танаха должно основываться на этой традиции. Пример. Откуда мы знаем, что такое При-Эц-Хадар – плод прекрасного дерева? О котором говорится в Торе. А ведь прошли тысячи лет, там же нет названия растения. Но каждое поколение видело, как предыдущее поколение использует и трог. Праздник Суккот. То есть есть национальная традиция, которая никогда не прерывалась. И она очень хорошо помогает понять смысл текста. Итак, Раф Ширкин настаивает на том, что поскольку адресат Танаха, вот этого слова Бога, он остался, это еврейский народ, несмотря на то, что поколения сменяли друг друга, несмотря на то, что пророчество ушло, то если как бы остался тот человек, которому написано письмо, то он должен это понимать. И более того, у него есть традиция от отцов. И таким образом это нам дает все-таки надежду, и Раф Ширкин уверен, что это так, что мы можем понимать Танаха, несмотря на то, что пророчества нет. Конец первой части. Во-первых, есть вопросы в чате. И, Пинкас, я тебе написал личное сообщение. Посмотри, пожалуйста. Если человек испытывает трансцендентный опыт... Сейчас, подожди, Андрей, прости, секундочку. А вот тут есть человек, видите, в чате написал. Это близко к тому, что мы обсуждали, но тем не менее. Вы в чате видите вопросы? Да-да, я вот как раз считаю. А, прости, я не понял. Окей. Если человек считает, что он осознанно говорит с Богом, под воздействием каких-то веществ, если он потом пришел с себя и на этом настаивает, что он получил какое-то важное для других послание, то он может обратиться к раввинам, и они его протестируют и скажут... Ну или психушку. Нет, ну или психушку. Они его тоже протестируют. Они его тоже протестируют, да. Окей. Мне кажется, и я очень осторожно говорю, опять же, потому что, как бы, все-таки, это, по-видимому, это специалисты, даже культурологи это называются, наверное, да. Вот когда мы или Рафшерки внес слово культура, мне кажется, это очень сильно, как бы, обтягивает все наше обсуждение в такую рамку, которая такая... конфликция очень, правильно? Потому что культура, это, на мой взгляд, это нечто общее. Это нечто общее, с которым люди согласны, готовы как-то это обсуждать, взаимодействовать, и огибать. То есть это некоторое... На мой взгляд, я очень осторожно говорю, это некоторая такая тусовка из чего-то. Знаешь, как только мы говорим, например, культура пророчества, либо культура традиции. А что значит культура? Значит, не просто традиция, а культура традиции. А чем отличается культура традиции от традиции? Вот это интересно. Это что? Это попытка как-то завуалировать или что-то такое привнести, чтобы это было более съедобное? Какая разница, когда говорится, например, еврейская традиция либо культура еврейской традиции? Нет. Мне кажется, что это вообще лишнее, честно говоря. Совершенно здесь культура совершенно не важна. У нас есть... Давайте рассмотрим, какие у нас действительно есть исторические факты. Историческим фактом является существование людей, которые утверждали, что они пророки, и другие были с ними согласны. Это факт. Теперь. У нас есть другой факт, что вот такие люди прекратились примерно в минус пятом веке. Четвертом, может быть. И это прекратились люди, которые так утверждали, и, соответственно, никому не надо было теперь с этим соглашаться. то, что такие люди были, и то, что это явление прекратилось, это безусловные факты. Теперь возникает вопрос. Когда мы смотрим сегодня на тонах из другой совершенно ситуации, когда таких людей нет, я не говорю о том, как сегодня признавать. Общее мнение, что их людей в принципе нет сегодня. Когда мне не изменится, тогда поговорим. Но сегодня мнение, что таких людей нет. И, следовательно, у нас возникает вопрос, как понимать тонах. Вот это действительно вопрос. И на самом деле он аналогичен тому, как понимать там Илиаду, Одиссею, или вообще древнегреческие мифы. Потому что там тоже есть люди, там считалось в то время, или, по крайней мере, они передают такое состояние человечества, когда люди ощущали, что они напрямую говорят там с высшими силами. Сегодня у нас этого нет. Можем ли мы это все понимать адекватно? Это общая культурологическая проблема. И она существует не только в отношении тонаха, но и в отношении других культур. Другой вопрос, что тонах – это культура, которая протянулась до нашего времени. Аналогичной, по-моему, является только индуизм. А ни греческая культура, ни египетская, ни вавилонская, они, вот этот их уровень ощущения диалога с высшими мирами, она не протянулась, она прервалась. А еврейская не прервалась. И в этом смысле Рафшеки говорит, что мы должны опираться на вот эту традицию для того, чтобы адекватно понимать, что другого варианта у нас нет. Это понятная, чёткая позиция. Она, разумеется, не является научной, но здесь нет, здесь неправильно, как вообще любой подход здесь будет проблематичным. Это вопрос, где нет науки, где есть позиция. Это его идеологическая позиция, относительно, которая отражает андоксальный иудоизм. Ну и всё. В отличие от мифов Древней Греции и так дальше, я думаю, что религиозные люди, еврейские религиозные, андоксальные люди, они, наверное, скажут, ответят, наверное, так. Мы видим, во-первых, еврейские пророчества отличаются от остальных тем, что пророки говорили о будущем еврейского народа. Говорили и те, которые не только еврейского, но, скажем, о граних, которые говорили о будущем еврейского народа. Дальше. Теперь нам перечислят факты, по которым видно, что это пророчество сбылось. Например, наказание народа. Наказали? Наказали. Второе. Возвращение народа. Возвратились? Возвратились. И даже составите некоторые пункты, скажут, вот мы видим реальные вещи, которые произошли. Поэтому по этому факту мы говорим, что эти пророки это было реальное пророчество. Все. Окей. Наверное, ответ будет такой. Окей. Это очень интересно. То, что я все время слышу. То, что мы все время слышим. Правильно? Да, да, да. Это озумная позиция. Понятно. Здесь я согласен. Да. Вообще, как бы, ну, не то чтобы заключаю, но для себя я говорю. Мне кажется, что исторический факт, да, как бы необсуждаемый. Это существование еврейского народа. То есть, не как отдельных особей, которые говорят, да, вот я там, не знаю, индус там, который чем-то занимается, трансцендентальным, там еще что-то еще. Нет, как говорят, я еврей. И таких людей, которые говорят, я еврей, они составляют еврейский народ. Это реальный факт. И вот этот вот реальный факт, на мой взгляд, это самое главное подтверждение. И пророчество, грубо говоря, существование Бога в том числе. Вот это реально, это реальный факт. Это невозможно оспорить. Все остальное, культура, не культура, это мне не очень понятно. Это мой, это, на самом деле, тут еще важно, да, что Равшир делает акцент, что у других традиций, да, у других религий нет такого связующего звена, да, которые бы передали пророчества, то есть не то, что один какой-то пророк был, да, потом все вот толкуют. А тут была целая культура мудрецов, которая пришла на смену культуры пророчества, которая истолковала вот эти непередаваемые, трансцендентный опыт логическими какими-то понятиями, да, которыми мы можем уже оперировать. И Равширки говорит, что у других народов такого понятия, такой культуры не было, да, и поэтому у них там есть некий разрыв, да, который им мешает установить контакт с вот этим опытом, если он у них был. Это совершенно верно относительно всех западных культур. Но вот индуизм, здесь больше проблемы, но я не специалист, и поэтому это надо отложить в сторону. Но, в принципе, индуизм претендует на то, что у него тоже непрерывная традиция передачи. Я в свое время увлекался индуизмом, и те люди, которые серьезно им занимаются, они нервничают, когда слышат термин индуизм, говорят, что термин совершенно неадекватный, потому что нет индуизма как единого течения. Там есть огромное количество традиций, все они разные, и все они, каждый претендует, что они вот идут оттуда, ответ, а на самом деле там очень у них все это запутано. Окей, окей. Поскольку я в любом случае этого не знаю, то мы это отложим в сторону. Окей. Среди западных такого точно нет. Превосточные нам сложнее сказать. Извините, а можно вопрос? Да, конечно. Я просто в чатике задал. А, ну мы не успели. Да, мы их не видим. Нет, мне ответили, но у меня остался вопрос, тем не менее. Окей. Я у Пинхаса слушал одну из лекций, где он про христианство говорил, и, как я понял, Иисус все-таки считался... Во-первых, Иисус был историческим фактом, или я что-то не так понял. Вопрос... 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 Раз пророки... Да. Вопрос... Я хочу уточнить вопрос. К вам, Пинхас. Да. Да-да-да. Я отвечаю. Просто уточняю свой вопрос. Раз пророки закончились в минус пятом веке, правильно ли я понимаю, что с точки зрения иудаизма Иисус не пророк? И мне вот Андрей ответил, Иисус не пророк и не исторический факт. Окей. Ответ. Иисус не является историческим фактом на сегодня. Если даже Он был историческим фактом, то с точки зрения иудаизма, разумеется, Иисус не является пророком. Но, однако, когда я веду диалог с христианством, то я не обсуждаю факт, является ли Иисус историческим фактом. Это я не обсуждаю. Тут же точно так же вопрос является ли Моисей историческим фактом. И вот это как раз тоже ровно так же можно оспорить. Вот существование культуры и пророчества оспорить нельзя. А Моисея оспорить элементарно можно. Поэтому, когда я веду диалог с христианством, я исхожу из того, что я общаюсь с людьми, для которых это, безусловно, исторический факт. И из этого я исхожу, общаясь с ними. Потому что меня здесь не интересуют исторические факты. Меня интересуют эти люди. То есть, меня интересует христианство как люди, которые этого придерживаются. С этими людьми я хочу вести диалог, а не с абстрактной теорией, и тем более с историками в данном вопросе. Поэтому в нашем диалоге с ними для них Моисей является историческим фактом, поскольку, ну, то есть, они признаются в моей системе Моисей является историческим фактом, а я признаю, что в их системе Иисус является историческим фактом. И из этого мы исходим при диалоге. Но, безусловно, считать его историческим фактом с точки зрения, как я определил исторический факт, что это мейнстрим исторической науки, так этого сегодня нет. Есть разные мнения, и нет, безусловно, нет в этом вопросе мейнстрима. А дальше уже наличие первых христиан это исторический факт. А вот Иисус здесь непонятно. Спасибо большое. Тогда еще короткий вопрос. Пророки закончились в минус пятом веке, я правильно понимаю, потому что... Ну, точнее, при возвращении Завилонского плена, будет так правильно сказать. При возвращении, да, это значит, что народ вышел на следующую стадию развития, и пророки как будто уже не нужны. Да. Это дальше можно по-разному интерпретировать. Интерпретация этого вопроса, я хочу сейчас от нее уйти, потому что это слишком большой вопрос. Он правильный, он важный, но слишком большой к тому, что мы обсуждаем сейчас. Спасибо. Тогда идем дальше. Продолжаем, да. Итак, после того, как мы определились, что Танах это слово Бога, что это раскрытие его желания, да, и что там как бы важен диалог, да, тогда нам нужно понять, кто та вот изначальная идентичность, к которой это слово было обращено. Итак, исходная идентичность. Точно так же, как национальная традиция помогает нам понимать Танах, точно так же и с другой стороны изучение Танаха оживляет национальную идентичность. Ведь если Танах описывает еврейскую национальную идентичность, тогда можно использовать его для восстановления составляющих этой идентичности. На протяжении сотен лет иудаизм представал в истории как религия, чего абсолютно не было во времена Танаха, когда идентичность евреев, да, была семейно-национальной. Сыны Израиля, да, так называется та идентичность, к которой обращается Бог, да, в Торе и дальше. Сыны Израиля. Вот это как бы собеседник, собеседник Всевышнего. Всевышний был Богом армии Цваот, да, одной из его имен. Это Бог воинства. Богом царства, это Бог Израиля, да, Бог Израиля как царство. Богом храма, который был столицей царства, сидящей на Крувим, да. Есть разный Бог страны, например, есть вот в книге Царей такое принятие, да, понятие Элухе Хаарес, да, Бог страны. То есть, получается, что он как бы Бог вот этих разных разных понятий. И разберёмся, да, с понятием иудаизм, которое появилось в начале изгнания, да. Изначально вот этот термин Ягудим, Иудея, он имел национальное значение. То есть, было царство Иудея, да, и когда оно было разрушено, его граждане, которые оттуда ушли, они назывались Ягудим, да, как бы граждане разрушенного иудейского царства. Но шли поколения, и эта национальная идентичность Иудеи распалась, поскольку невозможно сохранить чувство принадлежности к государству, которого больше нет. И тогда идентичность стала строиться вокруг религиозной общины. Цитата из Рава Кука. Акцент на индивидуальном, на практических действиях, на соблюдении заповедей, в мечащих деталях, а также акцент на интеллектуальных действиях, на убеждениях о вечной жизни, получении награды, опять же, индивидуумами. То есть, все это относится к индивидуальным. И все это стало закрепляться и подчеркиваться после исчезновения Божественного Света во времена Второго Храма. И тогда Божественная идея во всем ее великолепии была похоронена, а вместе с ней родилась и стала доминировать религиозная идея в ее полном развитии и расширении. Вот такая удивительная цитата, то, что мы привыкли считать иудаизмом, акцент на соблюдении заповедей, на деталях, акцент на убеждениях, и все это опять же относится к отношениям личности с Богом. Раф Кук говорит, что это определенное следствие упадка, изгнания и ухода прямого контакта с Божественным. И в конечном итоге вот эта религиозная идентичность была принята той частью нации, которая стремилась видеть именно в ней основы всего. При этом религия занимается только взаимоотношением личности с Богом. А еврейская традиция, как правило, говорит об обращении Бога к обществу и только через общество к отдельным людям. А еще одна цитата из Рафа Кука. Божественная идея в качестве души народа продвигается от общего к частному путем прямого света. Основное ее раскрытие относится к общему и от богатства ее божественного света, текущего в общем. В своем духовном влиянии уникальной и полной органичности наполняется частное, которое связано с общим и является его частью, наполнением цельным и совершенным. Я тут вкратце привел цитаты, чтобы они зрительно были более понятны. То есть факт то, что Бог обращается к общности сыны Израиля, как мы учили, к общности Израиля, и потом уже от общего наполняется частное в той мере, в которой оно связано с этим общим. значит, смотри, то, что здесь сказано, это известнейшая идея Рава Кука, которая называется национальная и религиозная идея в Израиле. Теперь, это важнейшая концепция, но при переводе ее на русский язык она совершенно неправильно понимается, потому что изучение Танаха оживляет национальное самосознание. Эта фраза непонятна, потому что на самом деле изучение Танаха оживляет чувство того, что евреи это народ. Вот будет правильная формулировка. Слово национальное самосознание это слово очень расплывчатое. Изучение Танаха оживляет осознание того, что евреи это народ, а не религиозная общность. Вот. Ненациональную идею. Нет, это иначе все будет неправильно. Андрей, серьезно. То есть, это старый вопрос, который сейчас говорит, потому что эту статью я, так сказать, давно знаю и писал о ней, что она оживляет ненациональную идентичность. Это неправильное слово по-русски. Она оживляет идентичность евреев как народа, а не религиозной общины. Вот формулировка. Понимаешь? Евреев как народ, а не религиозной общины. И вот это правильно. Теперь. Второе. То, что здесь говорится, Рав Кук имеет в виду под словом религия совсем-совсем не то, как по-русски звучит слово религия. По-русски это не так звучит абсолютно. Поэтому не религия или национальная традиция, а основой семантификации является принадлежность к религии или принадлежность к народу. религия это такая же национальная традиция. Понимаешь, в том-то и дело. Поэтому здесь неправильно неправильно поставлен то есть я просто хочу, чтобы по-русски формулировки были однозначно более поняты. Поэтому не религия или национальная традиция, а что должно быть основой еврейской сомантификации. Понимание себя. Но это на самом деле это совпадение с предыдущим. Какая сомантификация как народ или как религиозные общины должна быть основой еврейскости. Понимаешь, да, вот это вот? То есть у евреев также есть религиозная традиция? Ну, конечно, есть. И она национальная. В том-то и дело. Эта фраза будет понята абсолютно неверно всеми. Поэтому правильный вопрос такой. Что должно быть основой чувства еврейскости? Принадлежность к религии или принадлежность к народу? Понимаешь? У меня... Нет, это тоже неправильно. Это тоже не религия или народ. Потому что всегда нужно написать так, чтобы не было и то, и другое. А основа чувства еврейскости это принадлежность присоединяются к религии. Это абсолютно неверно. Кстати, это вот можно здесь написать, что деры присоединяются именно к народу, а не к религии. В том-то и дело. Ну, подожди, но это твоё... Нет, я просто перевожу на русский язык то, что здесь написано. Больше ничего. То, что деры присоединяются к народу, это не моё мнение. Это мнение всех. Абсолютно. Нет другого мнения. Скажите, а когда вы говорите присоединяются к народу, вы имеете в виду, что они также попадают под союз с Богом, получается? Ну, разумеется. Разумеется, конечно. Как же может быть иначе? И берут на себя, получается, все обязательства, всю ответственность и... Народа, естественно. Ну, конечно. Разумеется. И никто с этим Они выполняют формально ритуалы. Ну, И никто с этим не спорит никогда. Ну, разумеется, разумеется. И это очевидно для всех. То есть, нет другого мнения. Это не то, что это моё личное мнение. Посмотрите ответ рук. Да, ну, как бы с этим я тоже согласен. Это да. Но я бы хотел сказать, что мне кажется, все-таки вся эта терминология, так как это представлено Иравом Куком, Иравом Шерке, Иравом Пенсусом Полонским, это все очень идеологизированные вещи. Очень идеологизированные вещи. Хаббатники, когда расставляют эти самые столы и наклады за столы, просят людей сфилины, понятно, что это индивидуальная вещь. Другой стороной, я, на первую очередь, сейчас спросил. это не так. Хаббатники не случайно предлагают это евреям и не предлагают неевреям. Хаббатники точно так. Я говорю про нееврея, пса, ставь герат, я сейчас говорю про еврея. Это хаббатники исходят из точно такого же представления. Это все исходят из такого представления. Хорошо. Окей, тогда такой вопрос. Вот если мы, я сейчас сам себя спросил, если мы посмотрим на Писание, на Тору, да, вот то, что всплывает в голову моментально, я не знаю, какое распределение пропорциональное, очень много вещей, в плане заповедей, тот же самый деколог, все говорится обращение к тебе. Не воруй, не убивай, не прелюборись и так дальше. Ты будешь есть, ты будешь наслаждаться, делай так, ты делай. Не народ, а ты делай. С другой стороны, скажи, когда вы войдете в землю. То есть, не когда вот ты один человек, вот ты сейчас приехал в Израиль, переехал, когда вы войдете в землю, тогда вы будете делать то-то и то-то. Но в другой смысле есть очень много вещей, которые определенные исключительно к индивидууму, без всякой связи с народом. Сказано, когда будешь есть, когда будешь наслаждаться, будешь благословлять. Ничего не скажешь, что будет в народе. Понятно. Не могу с тобой согласиться, потому что очень много раз в Танахе ты отначаешь народ. Это совершенно другое рассмотрение, это другой вопрос, мы его можем отдельно обсудить, но то, что такое есть многократно, это ты можешь не сомневаться. Кому имеет отношение к народу или к человеку? Нет, это имеет отношение к человеку, но тем не менее, тем не менее, что в Танахе многократно ты означает народ, ты никак иначе понять невозможно, это, может быть, уверен 200%. я говорю про вещи, которые я очищаю, как бы, ну, не спор, а во всяком случае выставление позиций, когда ты, однозначно ты, ты не убиваешься, ты не прерываешься. Ну, конечно, есть и такое, и такое. Я согласен. То есть человек, то есть Всевышний обращается к индивидууму, а не к народу. И к индивидууму, и к народу. Окей, послушай, окей, это вопрос второй. Я говорю, еще раз, здесь надо просто облезать, как пользуются трехтанахи. Но фраза, когда появился термин иудаизм, мне кажется, что это неправильная формулировка. Потому что термин иудаизм, он появился, ну, и что, важно, какая-то, когда. Важно, мало ли, слово, ортодокс появился в 19 веке. Так что, до этого ортодоксов не было, что ли? Все, кто были до этого не ортодоксы? То есть появление термина ни о чем не говорит. Это не когда появился термин иудаизм, а когда религиозное самосознание стало отделяться от национального самосознания, от общенационального. Вот здесь важно тогда все правильно. Акцент на индивидуальном. И все. Это тогда все... То есть не когда появился термин иудаизм. А когда произошел разрыв между представлением, что это религия и тем, что это жизнь народа? Потери суверенитета. Ну как? Ну, тебе нормальный человек, с карой сплотили и суверенитета, как только народ перестал бы дать разум? Правильно. Так я же спорю не с тем, что Афгук пишет, а тем, что мы так... А тем, какой заголовок на третьем балете. Не когда появился термин иудаизм, а когда появился разрыв между понятием иудаизм как религия и общенациональным чувством. Скажите, а как это звучит в оригинале, учитывая, что сам термин нация придумали в 19 веке? Вот как... Оригинале где? У кого в оригинале? На Западе. Нет, нет. Я не понимаю вопроса. Что вы сейчас считаете под словом оригинал? Какую книгу? Какой текст? Равхук, конечно же. Равхук писал в начале 20 века. Ага. Тогда это было очень актуально. Весна народа. Понятно, да? Да, конечно. Да, да, да. Равхук писал в начале 20 века, да. Да. Вот. Вот это. Вот тогда акцент на индивидуальном. То есть тогда даже более того. Надо иметь в виду, что после изгнания появился и дальше акцент на индивидуальном. На иудаизм. Окей. Еврейский общий. Ваше суждение тогда входит противоречие. Фактически тогда получается, что огромное число геров, которые живут среди еврейского народа, как вы говорите, этнически много народов тогда получается. Нет. По-видиму, нет, я договорю, по-видимому, существует уникальное понимание слова народ в приложении к еврейскому народу. Неразделимо. Потому что, как вы говорите, это очень противоречиво звучит. Религия ответ. Фактически однозначно я понял, что вы говорите. Я понял. Нет, это неверно. Например, американский народ исходно состоит из многих этносов. Тем не менее, они считают себя народом. Канадский народ состоит из многих этносов и продолжает принимать эмигрантов, делая им свой как бы канадский геюр или американский геюр. продолжает считать себя народом. Все европейские народы тоже создались из многих народов. Немцы исходно в Средневековье были совершенно разными, многими разными государствами, с разными языками. И различие между разными немецкими языками было уж никак не меньше, чем, наверное, же какой-нибудь Испании и Португалии. Испанцы взяли из каталонцев и арагонцев и так далее. Французы сделались из франков аквитанцев и эпикардийцев. И поэтому это в любом народе происходит ситуация общенационального чувства интеграции ранее различных этносов. Точно так же в иудаизме еврейском народе. Да, действительно, есть геры. Они исходно происходят из другого народа, а сегодня они евреи. Такое наше определение еврейского народа. Это не уникально, это наоборот стандартно. Вот есть интернациональное понятие католики, протестанты и так далее. В этом смысле и евреи. Нет, это ошибка, ни вичем подобного. Евреи это этнос. А то, что он состоит из разных групп, и они интегрируются, ну да, это нормально, другие тоже. Французы это же этнос, а то, что он происходит из трех разных других этносов, ничего? Да, ничего. А немцы из десятка разных диреманских племен, и ничего, все совершенно нормально. Это так формируются народы. Поэтому то, что евреи это этнос, это несомненно. Другой вопрос, что есть наахиды, вот наахиды разделяют еврейскую религию и не являются евреями по этносу. Если делают дьюр, становятся евреями также и по этносу. То есть евреем этнически можно стать. В этом нет ничего странного. Это нормально абсолютно? Петр, для меня мне надо переводить, это очень сложно. Окей, это совершенно, это аксиома просто еврейской жизни. Хорошо, я этого не знал. Окей, интересно, а можно вот у меня такой вопрос, можно ли сказать, что если мы сейчас как-то затронули тему геров и празилистов вообще, в каком-то смысле когда человек становится гером или проходит процесс присоединения, то по существу это тоже называется бодиават, то есть опосля подписание человека под договором, который был со Всевышним. например, я не говорю как с хозяином квартиры, Всевышний заключил договор с евреем, а получилась такая странная процедура, что возможно человек, который не присутствовал при подписании протокола, как угодно, договора, приходит неважно когда, в другое время и говорит, я хочу быть включен в договор, ему не говорят, а нет, прости, ты тогда был, нет, не был, значит, ты не можешь, только, говорится, нет, вот это у них уникальный процесс, правильно? Это безусловно верно, поскольку еврейство считает себя в завете с Богом, то это, разумеется, завет, к которому можно подключиться, но, это избирал еще Маймонит, когда его спросили известное про Авадию Гера, может ли он говорить наши отцы, Маймонит сказал, да, может говорить наши отцы, то есть, он абсолютно этический еврей, потому что он присоединился и не имеет значения. Окей, и это, по-видимому, это, по-видимому, отголосок, если я понимаю, или результат того, что сказано, не только вы здесь сейчас находитесь, но и дальше все, которые, то есть, это уже получается, да, я говорю про Синайское стояние откровения, то есть, это уже есть какое-то понимание того, что это, опять же, не исторический факт, как мы говорили, это не конкретные люди, которые стояли, слышали, видели и так дальше, а это некоторое метафизическое понятие, в котором люди, даже не родив, сейчас евреи, не родившиеся, они, тем не менее, как будто стояли там. Окей, я согласен с это метафизическое понятие, только я не согласен, на противопоставление, не исторический факт, а метафизическое понятие, одно другому не мешает, является ли это историческим фактом, это вопрос, безусловно, мейнстрим науки так не считает, но то, что это метафизическое явление с точки зрения Теодиции, это однозначно, конечно. Интересно, опять, может быть, сейчас, может быть, не надо туда идти, но мне как бы интересно, да, но вот, если посмотреть в других религиях, человек становится христианином, правильно? Что от него, когда он становится христианином? Когда он признает, по-видимому, некоторые постулаты существования Христа, не знаю, непорочное зачатие, воскрешение, это как бы некоторый набор пунктов. В удаизме ему не требуется набор пунктов. Не требуется. Это сложный вопрос. На самом деле, он тоже требуется. Например, признание Штара с неба. Так что, здесь я бы не стал так однозначно считать. Кто хотел сказать Андрею, Андрей, если можно, сначала, я вижу акцент на индивидуальном, начать с фразы, в скобочках, после разрушения государства и изгнания усилился, в скобку закрыть, тогда будет понятно. Перед этим, перед этим. Нет, 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 нет. Перед этим. В начале фразы, начать с этого. Иначе, просто она очень трудно читается. После разрушения храма? Разрушения храма и государства. Да. Ну, или после разрушения государства и изгнания, более правильно, конечно. Храм здесь вторичность. После разрушения государства и изгнания. Ну, хорошо. А евреи, которые, еврейские общины, оказались в существовании на протяжении всей еврейской истории в изгнании. Окей? А их ощущение себя общности или народом было основано только на том, что они, как некоторый коллектив, воспринимали на себе, я не знаю, давление или реакция окружающих, гонение. гонение нееврейской среды на евреев делало евреев, сплачивало их коллектив. Так что ли? И это тоже, безусловно. Опять-таки, ведь это же не то, что в этот момент прекратилось, а это постепенно произошло. Андрей, я бы, слово усилился, переставил перед словом акцент. Ага. Да, тогда будет более чем. Вообще, конечно, то, что писал Раф Кук в начале века, оно, на мой вкус и на мой слух, оно имеет вполне стопроцентное прослеживание того, что происходит. Но я не говорю в Галуте, все-таки у нас давно там уже нет. Я не могу точно сказать, что там происходит. Но то, что происходит в Израиле. Например, совершенно официальная формулировка, когда человек выступает, говорит, я как израильтянин, они к иудивы и к исраильи. То есть, я как еврей и как израильтянин. Вот это, на мой взгляд, это продолжение вот этого диалога. Что означает как еврей и как израильтянин? Как израильтянин, значит, как все народы. У меня национальность израильтянина, вот у меня паспорт. А что значит ты еврей? Еврей традиционно я через предков, через мою культурную традицию, я отношусь к евреям. Но вот она так и осталась. Я согласен с тобой, что этот процесс в Израиле идет и далеко-далеко не завершен. Окей. Но Рафу... Я правильно понимаю, извините? Да, мне, пожалуйста, пожалуйста. Я правильно понимаю, что до того, как родилось вообще понятие иудей, это назывался Израиль. Это было название народа. Израиль, это не название. Нет. Нет. Значит, не совсем правильно. Верно, что Израиль был названием народа. Это верно. не названием страны. Но слово иудей появилось тогда же примерно, когда Израиль. Только оно означало колено, одно из колен. А распространение иудей на всех стало происходить во времена Вавилонского плена в минус пятом веке. Андрей, я бы еще здесь сделал. т.е. под словом божественная идея и религиозная. Божественная тюре общенациональная идея была похоронена и стала доминировать индивидуально- религиозная идея. Вот тогда будет более четко не религиозная идея, а индивидуально- религиозная идея. Нет, индивидуальная религиозная. И тогда читатель более точно поймет, что имеется в виду. Пинха, скажите, а как вы или Раф Кук, может быть, вообще, в принципе, объясняют, почему, собственно, 2000 лет взяло изгнание, и только спустя 2000 лет народ получил свою страну, вернулся, выполняет пророчества и все эти вещи, о чем вы говорите? Это очень важный вопрос. Я вас непременно отсылаю к моей большой книге Раф Кук «Личности учения». Она стоит на сайте, ее можно скачать, ее можно купить на бумаге. Я не знаю, если вы в Израиле, то это легко, если вы не в Израиле, то тоже можно попробовать. Я в Израиле, я могу купить? В Израиле напишите мне, и это никакая проблема у вас есть. А вы можете меня ответить на friend request в фейсбуке, я вам послал? Да, напишите мне сообщение, чтобы я не искал. Напишите там месседж. Просто если мы не во френдах, это мы... Напишите месседж, я все вижу, я вижу все месседжи. Хорошо, спасибо, спасибо. Вот, у меня такая настройка, что я вижу все месседжи. Вот, теперь, на одной ноге при изгнании евреев из страны Израиля произошел экспорт части иудаизма в виде христианства. И этот экспорт должен был распространиться по человечеству, и когда он распространился, пришла пора делать вторую часть экспорта, и поэтому это заняло так много времени. Понятно, спасибо. Но там это гораздо более подробно я сказал. Очень подробно. Там целая глава этому посвящена. Вообще, может быть, все эти определения, разница между этими определениями, потому что мы сейчас пытаемся как-то выяснить. Это все действительно следствие исключительно, я не знаю, весна народов, или как угодно, то, что в Европе происходило. То есть до этого это как бы не очень волновало, на самом деле. Все то, что пытается выяснить Равкук, это именно в рамках того дискусса, который появился среди народов мира. О том, что такое самоопределение, что такое народ и так дальше. Развал колоний, я не знаю, национальные эти самые независимости и так дальше. И тут всплыл вопрос с Иеройей. Нет, я не согласен совершенно. Потому что Равкук наследует в этом кабалу Веленского гаона, который это все в 18 веке говорил. Все до всякой весны народов. Другой вопрос, что весна народов дала возможность большему числу людей это услышать. Точно так же, как в Кабале есть концепция эволюции. Но в целом, да, изменение было этой концепции, потому что народ был не готов. Поэтому изменение мирового тренда, оно меняет то, что народ может услышать. И поэтому он меняет то, что мудрецы говорят. Но говорят они это не потому, что это сейчас возникло, а потому, что теперь народ может услышать. Послушай, а можно сказать очень совершенно грубо, я дико извиняюсь, что вообще вот то, что ты сейчас сказал про Веленского гаона и его последователей, это то, что по-русски можно сказать почвеники. То есть он, грубо говоря, у него был голос, который был совершенно нестандартный для мейнстрима, как ты говоришь, того времени. А именно он сказал, что иудаизм без привязки к земле Израиля, без почвы, это мертвый иудаизм. То есть он был почвенником. Ну, хорошо, но почвенник я бы не стал использовать. Ну, хорошо, но почва земля Израиля тоже почвенник. Ну, хорошо, хорошо, окей. Да, но, безусловно, поскольку слово почвенник не всем это имеется в виду, но это сейчас не так важно. А то, что Веленский гаон был абсолютно не в мейнстриме, это не просто верно, он даже боялся... Ну, это да, это мы понимаем. Ну, он говорил, я просто хочу сейчас как бы понять для себя, и, ну, может быть, остальным тоже будет интересно, Веленский гаон, да, который провозвестник, скажем, Нурава Кука, он говорил о возвращении в землю Израиля, то есть восстановлении проживания в земле Израиля либо восстановлении государственности. Государственности, конечно. А что для него, ну, понимаешь, государственность, когда жил Веленский гаон, гаон это какой-то 18 век, конец 18 века. Правильно, государственность 17 века и государственность 20 века, это разница? Ну, конечно, естественно, он говорил в терминах Машех Бен Йосеф. Ну, понятно, да, либо проживание под Османской империей. Ну, нет, Машех Бен Йосеф, извини, это не под Османской империей, никак. Теперь, Андрей, еще дальше. Что религия занимается общением личности с Богом, это тоже не совсем верно. Индивидуально религиозная концепция занимается общением личности с Богом, а не религия. Есть религия совсем, это гораздо такое широкое понятие, что я бы не стал это делать, понимаешь? Поэтому или в религии очень важным осветом, или религия часто занимается, но индивидуальная религия, а вовсе не обязательно. Понимаешь, я считаю, что все эти концепции, что иудаизм – это не религия, а это цивилизация, это все несерьезно. На самом деле, любая религия – это цивилизация. Христианство – такая же цивилизация. Ислам уж точно цивилизация. Ислам, кстати, занимается оцениванием не личности с Богом, а социума с Богом. Понимаешь, поэтому это религия, западная религия занимается отношением личности с Богом. Религия, как она понимается на Западе, вот это вот, вот это даже не часто, извини, давай напишем. Религия, как она понимается на Западе. Вот это, да, понимаешь? Тогда это то, что ислам, например, занимается отношением к социуму Поэтому в исламе один из главных вопросов – вопрос власти Который совершенно не понимает Поэтому ислам не понимает христиан, для которых индивидуум важнее, чем социум А христиане не понимают ислам, для которых социум важнее, чем индивидуум Если для христиан важен индивидуум, а для ислама важен социум, то что такое иудаизм в этом смысле? И то и другое. То есть это поровну? В иудаизме или и не поровну, потому что и ислам, и христианство, они порождаются из иудаизма, из разных его аспектов. Ну, важность распределяется поровну? Я не буду так разделять поровну. Но это не это самое. Это нет такого разделения важности. Это не важность поровну, а то и другое важно. Но можно ли это сказать по-простому просто, что иудаизм в данном случае отличается от других религий? Ну, я не знаю, это мусульбат, христианство. В иудаизме есть заповеди по отношению к земле. Когда войдете в землю, делайте так и так. Христианство это не может быть, потому что в принципе нет связи с землей. Хорошо, я согласен. Окей. Нет, поэтому религия иудаизма отличается тем, что она почвенная. Она сверна с конкретной географией. В этом была идея создания еврейского народа, еврейской религии. Окей. Движдие. В рецесарии христианстве такого же общения нет. Но вы же сами говорили, что ты была там, что ты, 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 неоднократно упоминается. Нет, нет, секундочку, секундочку. Роман, Роман, это мы не об этом говорим сейчас. Извините, это все правильно. Тогда, Андрей, тогда она поправит так. Илья, когда понимается о Западе, занимается решением личности с Богом, независимо от места его проживания. Ну, то есть, его от места проживания. Ну, личности, разумеется. От места проживания личности. Раф Шневерсон проживал в Нью-Йорке. Он что, не еврей? Причем здесь не... Слушайте, секунду, секунду. Никто не осмелся. Почему? Почему такой сразу это самое? Если мы говорим не совсем... Почему? Потому что это следует из предыдущих слов. Мы все время путаемся в определении. Секунду. Нет, мы не путаемся в определении. Сталин тоже говорил, что евреи... Послушайте. Послушайте, давайте вы послушайте немножко. Помолчи, помолчи. Да, да, и так. Да, теперь. Или я добавляю, что решение личности с Богом зависит от места проживания. Теперь. А еврейские церкви, там, восемь, не общество, Бога не к обществу, а к народу, живущему в своей стране. И это вот кардинальная действительно разница. Теперь. Что касается того, что евреи живут за границей, то, разумеется, они остаются евреями. И все мы жили тоже за границей когда-то и родились вовсе не в Израиле. Но это не значит, что мы были не евреями. Это просто означает, что центральный месседж... Это даже... Не секундочку. Давайте тоже оправдимся. Это не еврейский рейдит. А центральный месседж еврейской традиции, вот это. Обращение Бога к народу, живущему в своей стране. Вот так вот. Тогда... То есть, еврейская традиция говорит о евреях за границей тоже. А если это крещеный еврей? Или не соблюдаете традиции абсолютно светские? Секунду. Сейчас отвечу. Секундочку. Окей. Теперь. Теперь я готов выслушать ваш вопрос. Да, давайте. Ну, распространяется ли это на, допустим, еврей, но крещеный? Распространяется ли что? Сейчас я сформулирую более точный вопрос. Распространяется ли завет, вот этот брит с Богом на евреев, которые, допустим, в каком-то поколении вот крестился человек? Распространяется ли на него все эти обязательства и так далее? Я понял, я понял, я понял вопрос. Ответ, ответ. С точки зрения иудаизма, если человек перестал соблюдать заповеди, даже все, но не порвал с еврейской традиции, еврейским народом и еврейской религией в этом плане, то есть продолжает считать, что иудаизм – это моя религия, которую я не соблюдаю, то он полноценно и полностью относится к завету и часть народа и так далее. Но если человек поменял свою религиозную идентификацию, то это и осматривается как измена национальной сомодификации. Поэтому такого человека еврейство замораживается. Он евреем быть не перестает, но мы перестаем признавать его как еврея. Поэтому его не берут в миньян, даже если он готов быть десятым в миньяне. Его не приглашают на религиозные действия, даже если он готов. Его как бы еврейство заморожено. С другой стороны, это не только еврейство заморожено в религиозном плане, оно заморожено в национальном плане. Например, по законам государства Израиль, если еврей сознательно крестился, он не имеет права на израильское гражданство, потому что он отделил себя от народа, а не только от религии. Поэтому израильское гражданство в этом плане занимает традиционную позицию, по которой национальность и религиозная принадлежность – это идентичные вещи. То есть, грубо говоря, государство Израиль с точки зрения иудаизма делает, ну не знаю, богоугодную вещь? Нет, по богоугодному – это неправильно. Государство Израиля в данном вопросе придерживается традиционной еврейской религиозной позиции. Да, мне тоже кажется, что так правильно. Про Хаббат, секунду, я хотел сказать про Хаббат, или вообще про людей, которые живут в Израиле. Не касаясь темы, насколько правильно или насколько неправильно проживание вне земли Израиля, религиозному еврею, скажу так, что нерелигиозному просто ему, по-видимому, этого меньше волнует. Но, по-моему, совершенно очевидно, с этим никто не спорит, что еврей, который проживает вне Израиля, он не может соблюдать заповеди, связанные с землей. Но это как бы пшито просто. Разумеется. Хаббатник, который живет где угодно, он не может соблюдать Шмиту. Шмита имеет отношение только к земле Израиля. Нет, разумеется, разумеется. Это все очевидно. А это никто не будет обсуждать? Это не предмет спора? Хаббатники нисколько не отрицают, что полноценная жизнь в земле Израиля. Они только говорят, что пока что нужно поддерживать. Если евреи живут за границей, мы должны поддерживать их за границей. Но никакого сомнения, что полноценной жизни в земле Израиля у Хаббата нет. И ни у кого другого, кстати, нет. И даже у натуральной карты нет этим вопросов. Они просто против формул, в которой существует государство Израиль. Но то, что полноценная жизнь, она в Израиле, у натуральной карты даже нет сомнений в этом. Окей. Окей. Я, мне кажется, перебил. Тому кто-то хотел задать вопрос. И если кто-то хочет, то можно сделать. Но, мне кажется, нам пора закругляться. У меня через две минуты мне надо открывать другую лекцию. Окей. Давайте тогда здесь закроемся и продолжим в следующий раз. Окей. Я хотел бы возразить, но потом. А, ну, пожалуйста, давайте. У нас есть пару минут. Говори, хотя бы обозначь ту центральную идею. Давайте, я отвечу. Это не мешает. Так. Простая центральная идея заключается в том, что у нас терминологический спор. Сталин в свое время определил, что такое народ. И это было очень хорошо. Это было неправильно, но это было очень хорошо. Было на что опираться. Если, мне кажется, что если последовательно Петр попытается определить... Я вижу Пинхас. Я вижу Пинхас. Петр. Мы Петра не знаем. Петр-то был ученик Христа. У нас в чем другая личность. Да, да. Вы правильно. Вы совершенно правы. Извините. У нас другая конфессия просто. Пинхас. Да, да. Пинхас. Вот. Если последовательно терминологически определить понятие народа и религия, то вот именно из-за смешения у нас возникли все эти разногласия. Что делать сначала? Вообще в серьезной философии сначала определяется, а потом действует. Но так никогда не получается. Всегда сначала наворачиваю. В общем, если мы определим это понятие в логических терминах, то мне кажется, появится противоречие. Я не окупать в речи здесь не вижу. Сталина я не хочу. Убийцу и людоеда вообще обсуждать. Да, тоже я тоже. Видите, это мерзость. Мерзость и мрази, убийца и людоед. Цитирует его не стоит. Тем более, что он ничего нового не сказал. Да, вот. Мне кажется, мы здесь вполне достаточно дали определение, чтобы это все разъяснить. Давайте на этом закончим наше обсуждение. Я хотел только последняя нота совершенно. Я вижу, в чате Андрей написал. Иисус не пророк и не исторический факт. Вот я недавно пересчитывал буквально на днях. Мастера Маргарита. По-моему, это опасно. Да, по-моему, это опасное заявление. Потому что была очень большая часть населения, в том числе Москвы, которые отрицали существование Воланда, например. Это были жестоко наказаны. Азазелы и прочих. И как-то меня... Да, поэтому я бы не стал так писать. Особенно учитывая, что Воланд – это исторический факт. Ну да, да, да. И трагическую судьбу. И как вы звали? Иван, бездомный, по-моему, да? Который, в конце концов, таки да, убитился. Я бы не стал так однозначно писать. Это чревато. Спасибо. Спасибо, Натан. Окей. Спасибо. Хорошо. Огромное спасибо Андрею и Натану и все слушатели, задававшие вопросы. Да, очень интересно. Очень актуальные вещи. Особенно в свете того, что происходит в Израиле и вообще во всем мире. Оставайтесь на нашем канале, скажем так. Все, через неделю продолжаем. Окей. Всем счастливо. Пока. Пока.